Доброго времени суток, дорогие рукодельницы! Я рада вас вновь видеть на своем канале. Сегодня мы с вами будем вязать вот такой вот симпатичный квадратный мотив крючком. Узор такого мотива называют африканский цветок. Способов его вязания и схем может быть несколько. Я выбрала одну из схем, которая мне понравилась больше всего. Это вот такая вот схема, я ее распечатала. Если вам удобнее по схеме, тогда ориентируйтесь также на нее. Все. Вязать очень просто и быстро. Для вязания нам будет нужно 5 цветов пряжи, если вы хотите тоже вот такой вот разноцветный. Если же нет, можете комбинировать просто 2-3 цвета, без разницы. Нужен будет крючок, который соответствует размеру нашей пряжи. У меня это троечка. И ножнички, чтобы обрезать хвостики. Ну что ж, давайте не будем затягивать и приступаем к вязанию нашего мотива. Начинаем вязание с 5 воздушных петель. Первую петельку мы не затягиваем, она будет служить нам первой рабочей петлей. Раз, два, три, четыре, пять. Теперь в первую петлю соединительной я закрываю ряд. Дальше. Набираем 3 воздушные петли. Раз, два, три. Это наш первый столбик с накидом. Теперь будем вязать вот сюда в колечко. Вяжем сюда второй столбик. Делаем воздушную. Сюда же вяжем колечко. Вот эту ниточку ведем вдоль, обвязываем ее. Вяжем как бы третий столбик с накидом. Сюда же четвертый. То есть мы сделали два столбика, воздушная, два столбика. Итого четыре столбика. Опять воздушная. Вяжем сюда пятый. Шестой. Воздушная. Седьмой. Восьмой. Воздушная. Девятый. Десятый. Дальше воздушная петля. Одиннадцатый. Двенадцатый. Воздушная. Тринадцатый. Четырнадцатый. Воздушная петля. Пятнадцатый. Шестнадцатый. Пятнадцатый. Шестнадцатый. Теперь находим раз, два, три, третью петельку. Вот эту вот соединительной петлей присоединяемся. Теперь нам с вами нужно сменить нитку и перейти на серединку, там где у нас была с вами провязана воздушная петля. То есть мы с вами заводим крючок, вот мы с вами присоединились, в следующий столбик под две стеночки мы с вами заводим крючок и уже соединительной петелькой провязываем новую нить. И теперь вот сюда, в следующий промежуток, там где у нас, видите, была воздушная петля, мы также соединительной переходим. Теперь вот эту нитку оранжевую я обрезаю. Дальше набираем три воздушные петли. Раз, два, три. Это наш первый столбик с накидом. Теперь сюда же, в этот же промежуток, вяжем второй столбик. Две воздушные, раз, два. И сюда же, в этот же промежуток, два столбика с накидом. Первый. Второй. Дальше пропускаем одну, вторую, точнее, два столбика. И вот в этот промежуток, там где была следующая воздушная петля, вот их видно, эти промежутки хорошо, повторяем этот же элемент. Вяжем два столбика с накидом. Первый. Сюда же второй. Две воздушные, раз, два. И сюда же, два столбика с накидом. Раз, два. Опять два пропускаем. И в следующий вот этот промежуток, где была воздушная петля, вяжем два столбика с накидом. Первый. Второй. Две воздушные, раз, два. И сюда же, еще два столбика с накидом. Первый. И второй. Вот мы с вами провязали три вот таких элемента. Теперь мы провязываем дальше через два столбика четвертый, через два пятый, через два шестой, седьмой и восьмой. Всего у нас в этом ряду будет восемь вот таких вот узорчиков. В конце ряда мы присоединяемся, раз, два, три, в третью петельку. Соединительный. И теперь мы с вами будем менять цвет. В следующую петлю, в следующий столбик заводим крючок и берем уже новый цвет нитки. И вытаскиваем соединительный. И теперь соединительный переходим вот сюда на вот эту вот серединку, там где у нас было две воздушные петли. Белую нитку я обрезаю. Теперь набираю три воздушные петли. Раз, два, три. Это наш первый столбик с накидом. Вот эту нитку я буду обвязывать, по крайней мере в первый столбик точно. Это первый, вернее в первый вот этот вот элемент. Это первый столбик. Дальше вяжу сюда же второй. Сюда же третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой. И вот получаю вот такой вот первый наш элемент. Теперь перехожу сразу к следующему промежутку, там где у меня было две воздушные петли. И в него повторяю. Вяжу семь столбиков с накидом. Первый. Второй. Третий. Четвертый. Четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой. И опять перехожу на следующий промежуток, где было две воздушные и вяжу семь столбиков с накидом. И так я провязываю до конца ряда. В последний промежуток я провязала шесть столбиков. Вяжу седьмой и седьмой я не довязываю до конца и оставляю две петельки на крючке. Теперь я провязываю эти две петельки уже новым цветом пряжи. Теперь здесь один, два, три. В третью петлю соединительной я присоединяюсь уже новым цветом. Теперь розовую ниточку могу обрезать. Теперь набираю одну воздушную и в ту же петлю, куда я только что присоединялась, я вяжу столбик без накида. Сюда же, в эту же петельку. Вот эту ниточку буду вести вот так вот вдоль немножко, чтобы ее закрепить. И теперь во второй столбик, так же столбик без накида. В третий столбик без накида. В четвертый то же самое. В пятый столбик без накида. В шестой. И в седьмой. А теперь, смотрите, делаем накид и провязываем столбик с накидом не под вот эту петельку, которая ближайшая, а под белую в моем случае. То есть во втором ряду провязываю столбик с накидом. Теперь опять вяжу в первый промежу, вернее в первый столбик, в первую петлю вяжу столбик без накида. Во вторую. В третью. В четвертую. В пятую. В шестую. И седьмую. И столбик с накидом вяжу вот сюда, вот под белую нитку. То есть не под вот этот ряд, а под вот этот. Вяжу столбик с накидом. И дальше вновь провязываю 7 столбиков без накида и опять столбик с накидом. То есть так, как мы вязали вот здесь. Так провязываю до конца ряда. Вот конец ряда мне осталось провязать последний столбик с накидом. Я делаю накид и вот сюда, вот в этот промежуток, вытаскиваю ниточку, провязываю раз и оставляю две петли на крючке, потому что сейчас буду сразу менять цвет нитки. Беру другой цвет и провязываю уже две петли новым цветом. Таким образом. И теперь вот сюда же, как бы в первую петельку, вот даже она не первая петля, которую мы провязывали, а вот та вот петелька присоединения. Мы в нее должны соединительной петлей также присоединиться, чтобы закрепить нашу нить. Фиолетовую нитку я обрезаю. Теперь я набираю три воздушные петли. Раз, два, три. И получается это как бы наш первый столбик с накидом. Теперь я вяжу. Второй столбик, он идет в самую первую петлю, которую мы провязывали. Теперь ориентируйтесь по вот этим столбикам. Вяжем столбик с накидом второй. Дальше вяжем столбик с накидом в следующую петельку, третий. И столбик с накидом четвертый в следующую. И столбик с накидом в пятую петлю. Теперь смотрите, у нас с вами осталось раз, два, три свободные петли до нашей вот этой вот длинной петельки, там где был столбик с накидом. Теперь мы делаем с вами два накида. И вяжем столбик с двумя накидами вот сюда, в тот столбик единичный с накидом, который у нас был. То есть в эту петельку вяжем столбик с двумя накидами. Теперь делаем два накида и опять сюда же вяжем столбик с двумя накидами. Три воздушные, раз, два, три. И теперь сюда же мы вяжем два столбика с двумя накидами. Первый столбик с двумя накидами. И второй столбик с двумя накидами. То есть это у нас получился уголок. Теперь здесь отсчитываем раз, два, три и в четвертую будем начинать вязать. В четвертую вяжем первый столбик. Дальше второй. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой. Восьмой. И девятый. Теперь мы вновь будем оформлять угол. То есть у нас с вами здесь осталось раз, два, три петли. Мы должны будем вот сюда, вот там где у нас вот эта вот полосочка. В предыдущий столбик с накидом мы делаем два столбика с двумя накидами. Первый столбик с двумя накидами. Второй. Три воздушные раз, два, три. И опять сюда же, в эту же точку, два столбика с двумя накидами. Первый. И второй. Вот у нас получился следующий уголок. Теперь мы с вами вновь отсчитываем. Раз, два, три. И в четвертую начинаем вязать. Вяжем первый столбик, дальше второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, восьмой и девятый. Теперь вновь повторяем наш угол. Делаем два накида. И тут раз, два, три. Как бы три петли пропускаем. И вот в ту петельку, там где был вот этот промежуток, мы вяжем два столбика с двумя накидами. Первый. Второй. Три воздушные. Раз, два, три. И сюда же еще два столбика с двумя накидами. Первый. И второй. Вот у нас начинает потихоньку вырисовываться наш квадрат. Теперь мы вновь с вами пропускаем. Раз, два, три. Четвертый начинаем вязать. Вяжем первый столбик. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой. Восьмой. Девятый. Отсчитываем здесь раз, два, три свободный. И вот сюда, вот в эту петельку, в последнюю промежуток, вот сюда, мы вяжем с вами опять наш вот такой же уголок. Вот я провязала уголок. Теперь считаю раз, два, три, в четвертую начинаю вязать раз столбик с накидом, в следующую два, три, четыре, а здесь считаем дальше у нас идет 5, 6, 7, 8, 9. То есть у нас все по рисунку сошлось. Теперь соединяем вот здесь вот в третью петельку соединительные. Одна воздушная и обрезаем нитку. И вот, собственно, вот такой вот квадратный мотив у нас получается в конечном счете. Из таких квадратных мотивов получаются красивые пледы, наволочки и различные изделия для дома. Так что, если их навязать много, можно получить очень красивое изделие. Надеюсь, что вам было все понятно и все у вас получилось. Если это так, тогда ставьте лайк, пишите ваш комментарий, а также не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропускать мои новые мастер-классы. А я вам говорю до новых встреч. Пока-пока.